К другим новостям. Утилизация отходов и проблемы мусорных полигонов в Люберцах состоялось первое заседание экологического совета. Активисты округа совместно с общественной палатой обсудили ряд вопросов, связанных с охраной охраны окружающей среды. Первое заседание общественного экологического совета состоялось в Люберцах. В нем приняли участие члены общественной палаты и активисты округа. Всех их волновал вопрос экологии. Поступило обращение от инициативного гражданина и группы экологов по созданию некой дискуссионной площадки для обсуждения вопросов экологии в рамках нашего городского округа Люберца. Инициатива подобного проекта принадлежит Евгению Аллою. Совсем недавно он переехал с семьей из Истры в Люберце и вскоре понял, что проблема экологии касается его семью очень остро. Он связался с общественной палатой и договорился, что привлечет инициативных граждан из городского округа, которым данная проблематика интересна. Моя идея, основная идея этого совета объединить всех неравнодушных людей города Люберца. Объединить одной важной идеей. Идеей сохранения экологии и идеей защиты окружающей среды. Цель создания данной платформы – мониторинг ситуации экологической среды и поиск решения выявленных проблем с привлечением вышестоящих организаций. В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с состоянием водной и воздушной среды, вывоз и утилизация отходов в городском округе Люберцы. Также были затронуты проблемы мусорных полигонов и мониторинг крупных промышленных предприятий на предмет санитарно-защитной зоны. Вот как я вижу наши задачи, что нам нужно сделать? Прежде всего нам нужно сделать – это выяснить вообще, какие есть промышленные зоны, сколько их промышленные зоны фактически, промышленные зоны, которые собираются делать по генеральному плану, что в этих промышленных зонах находится. Также Попова отметила, что важно информировать людей о наличии санитарных зон и принуждать застройщиков соблюдать границы. В свою очередь, общественная палата выразила готовность активно участвовать и помогать в решении экологических вопросов. Ну а по словам Евгения Лоя, подобные встречи будут проходить не реже одного раза в месяц. Мария Кузьмичева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.